Это другой подход. Поскольку мы сами деньги не создаем, у нас и нет возможности финансировать инвестиции. Поэтому они сейчас начинают говорить, да ладно, мы сами все профинансируем. Давайте договоримся об этих проектах, и мы сами будем финансировать. Но понимаете, когда мы сами не создаем кредит, это означает, что за нас кто-то другой с Запада или с Востока решает, какие производства здесь развивать, какие нет, и какой будет будущий облик нашей экономики. И здесь особых вариантов, кроме как сырьевой придаток, не наблюдается. Но дело в том, что с новым технологическим укладом потребность в сырье падает в десятки раз. Нанотехнологии в десятки раз снижают потребность в материалах, включая металлы. Информационность технологии снижает потребность в энергетике. Солнечная энергетика появляется как мощнейшее новое направление. То есть, когда мы говорим, что мы такая сверхдержава сырьевая, это уже, я бы сказал, позапрошлый век. Мы себе не можем позволить оставаться сырьевой сверхдержавой, потому что столько сырья в мире. Там вроде как его мало, за него идет борьба. Наши традиционные, так сказать, геополитические доктрины, там, борьба, война за нефть, там, еще за что-то. На самом деле, новостехническая революция позволяет сегодня поднимать эффективность расхода на сырье в десятки раз, еще раз повторю. Поэтому на этом развиваться дальше невозможно. И, собственно говоря, у нас, у старого центра, у американцев и европейцев, главный лейтмотив их политики – нас контролировать. То есть, чтобы мы были просто их колонии. С востока другой подход. Востоку нужны, действительно, наши ресурсы. Нужна, в принципе, наша экология, прямо скажем, наша вода, предположим, не только нефть и газ. То есть, им хотелось бы интегрировать нас к себе на взаимовыгодных условиях.